меня за шишкой может поменяемся местами марина флокса меня за шишкой будет видно тут еще выше флокса меня точно за все мы сняли уже до снято какой стоит здесь аромат вообще здравствуйте приветствую вас на канале европлант life и мы вновь в саду марины шиманской сегодня мы приехали любоваться флоксами и обязательно поговорим с мариной по поводу ландшафтного дизайна здравствуйте марина здравствуйте андрей ну я не хочу вас мучить ими вопросами про агротехнику флоксов я думаю что эта тема достаточно широко освещена и на канале youtube и всем известно она достаточно несложная по болезням флоксов тоже мне кажется все достаточно очевидно самое сложное мне кажется в этом растении это как их применить в саду так чтобы это было модно и стильно современно потому что ну это такой есть такой стереотип что это бабушкин цветок вот как вы относитесь к в такому нелицеприятным эпитетом в сторону флоксов когда-то я сама так думала пока не увлеклась этим растением пока не очаровалась им до такой степени что просто заболела этим растением и теперь у меня в саду и в питомнике этого растения очень много коллекция питомника более ста сортов и это еще как бы я ее уменьшила скажем так а было и более ста пятидесяти когда джон брукс приезжала он смог застать цветение флоксов нет к сожалению джон брукс приезжал во время императорских садов они происходят в начале июня вот цветение флоксов он не застал зато цветение флоксов застала росмария александр основательница одной из школ ландшафта в лондоне и вот она увезла от меня к себе в свой сад несколько сортов флоксов в частности как раз и этот розовая сказка да это очень красивый сорт розовая сказка до называется собственно еще и пахнет совершенно великолепно в принципе наверное все флоксы пахнут примерно одинаково да все флоксы пахнут примерно одинаково отвечая на ваш вопрос как использовать флоксы в ландшафтном дизайне давайте начнем по порядку давай первое первый способ использования ну например сделать группу из флоксов в кустарниковой какой-то композиции из одного сорта но можно из двух естественно флоксы никогда не используются по одиночке его назначение в ландшафте делать яркие цветовые объемные пятна поэтому одно растение нам эту функцию не выполнит флоксы мы всегда сажаем такими большими группами да и вот например представьте себе что сзади у нас какой-то кустарник но с той или иной степенью зелености скажем листвы и мы можем подобрать к нему какой-то флокс вот или два например вида флоксов один повыше другой пониже и впереди у нас тоже какой-то низкий кустарник и вот такую группу из кустарников такую композицию мы вполне можем сделать флоксами то есть рано весной у нас растут кустарники и вот где-то в июле в зависимости от того какого срока цветения мы туда посадим у нас там вспыхнет вот какой-то яркий цвет да у меня самой когда-то в саду была очень прекрасная композиция на фоне серебристой ивы я ее стригла ну виде кустарника не допускала чтобы она росла деревом и вот на фоне серебристой листвы у меня росла группа флокса старфайр наши любители садоводы прекрасно знают этот флокс он красного цвета стебли у него практически черные и это был очень красивый контраст я так понял основной принцип что флоксу надо создать во первых фон фонда и во вторых все-таки прикрыть ножки об этом я хотела бы сказать чуть чуть попозже второй способ использования флоксов в ландшафте это создать цветник только из флоксов так называемый флоксарий а вот для того чтобы создать красивый большой эффектный флоксарий тут придется много потрудиться использовать и применить все свои знания о флоксах потому что вы понимаете да на задний план мы должны посадить более высокие потом там пониже мы должны учесть сроки цветения флоксов до размеры цветков подобрать к друг другу подобрать колористику это очень сложная работа и вот новичку с ней не справится это я вам точно говорю и есть третий способ использования флоксов это использование их миксбордере но вот так как это сделано здесь то есть в смешанном цветнике то есть цветники с другими растениями и вот здесь есть простор для абсолютно любого творчества да и вот можно сделать так что это растение действительно растущая очень давно в русских садах действительно являющийся как бы символом в какой-то степени русского сада будет выглядеть не как бабушкин цветок в бабушкином палисаднике а будет выглядеть современно и очень уместно марина сейчас же существует огромное количество новых сортов которые отличаются тем что они после дождя не заваливаются тем что цветочки меняют цвет в течение всей жизни флоксов на разные формы лепестков то есть ну наверно можно подобрать на любой вообще в принципе вкус размер абсолютно да то есть мы можем сделать вот тот самый как бы часто упоминаемый букетный миксбордер и тут мы можем не стесняться взять группу любых флоксов которые нравятся хозяину сада вот нравится розовые будем розовые нравится там белый с глазком вот можно использовать флоксы вот в природном саду в том самом саду новой волны который мы тоже уже в беседе с вами упоминали в этом случае гораздо уместнее будут не вот такие крупно цветковые яркие флоксы а очень модные находящиеся сейчас как теперь говорят в тренде мелкоцветковые флоксы да есть сорта флоксов где цветочки флокса уже не похожи на флокс а это просто вот как бы издали или человеку непосвященному может показаться что это не флокс вовсе а совсем другой раз какой-то злак тоже ну злак не злак но какое-то луговое растение вот там мы можем потом показать нашим зрителям мелкоцветковый флокс который называется гибрид квасникова и в цветниках у меня больше вот сейчас нет других сортов а в питомнике есть мелкоцветковые сорта флоксов вот их можно использовать и со злаками там допустим с эхинацеями с рудбейками с разными разными другими многолетниками и при этом композиция будет звучать совершенно современно скажите марина надо вот учитывать на какие-то предпочтения которые любит флокс возможно ему не комфортно с какими-то растениями рядом возможно он предпочитает по свету какие-то определенные участки ну вы знаете я очень много экспериментирую с цветниками и в своем саду и честно признаюсь и на участках у своих заказчиков которым я делаю цветники я как-то особо не заметила что флоксы не любят какого-то соседства может быть им будет плохо под сенью какого-то взрослого дерева а вот когда мы сажаем цветники то нет с обычными многолетниками они вполне мирно сосуществуют а что касается освещенности то для флоксов подходят солнечные участки и участки с легкой тенью ну например под сенью яблони флокс вполне хорошо будет расти просто наверно там немножечко как у других и любых растений он будет чуть выше цветить чуть позже да и причем вы знаете как бы некоторые сорта флоксов особенно многие из красных они выгорают или там темно-синие у них есть такое свойство выгорать на ярком солнце вот такие сорта как раз и рекомендуется сажать полутень но и у меня самой саду под яблоней как раз и находятся вот такие синие сорта хорошо марин давайте перейдем в какой нибудь другой уголок чтобы показать нашим зрителям побольше еще флоксов ваших красивых давайте вы мне куда мне ребята встать я вас специально поближе зачем я попал дальше я встаю подальше ну него опять буливер станет ну ладно моя карма я маленькая нет это я больше еще про эту монохромность рассуждать в кадре или не был я не знаю а как вы считаете не будем шеф сказал не будет марина вот мы подошли к замечательному такому цветнику я смотрю он прям сделан по всем канонам школы декоративного садоводства он у вас подобран по оттенкам по тонам я правильно да да это я экспериментировала очень давно это мой первый монохромный цветник синяя сиренево-фиолетовый и основу этого цветника составляют флоксы как раз как цветы которые дают наиболее густые и яркие пятна но в принципе здесь и виола сиреневая и шалфеи фиолетовый синие да и вот котовник сибирский вот такого синего цвета вот сейчас отцветают дельфиниум и как я сказала осенью зацветет аконит кармихеля он будет ярко синего цвета но вот основа это флоксы и вот сейчас цветет ранний blue paradise это флокс созданный знаменитым питом удальфом он очень красив днем но гораздо красивее он в сумерках либо в пасмурную погоду он становится синим таким насыщенным синим цветом и я совершенно не случайно посадила его здесь не только потому что он подходит мне по колористике для этого цветника но и потому что вот здесь рядом находится место отдыха где мы очень часто собираемся семьей по вечерам и вот сидя в кресле можно любоваться вот этим прекрасным синим цветом ну что касается меня я не устаю им любоваться мне очень он нравится и вот до этого места на отдыха и долетает даже аромат флоксов дальше вот почему-то расцвел один цветок флокса анюта хотя основной массив из этого флокса еще не зацвел потому что это флокс средне поздний и вот цветет игорь тальков флокс елены константиновый он только-только начинает зацветать он средне ранний вот делая композиции с флоксами надо обязательно учитывать параметры этого растения а именно сроки цветения они делятся по срокам цветения на следующие группы ранние средне ранние средние средне позднее и позднее надо учитывать высоту под размер цветков ну и конечно желательно размеры форму соцветия учесть это интересно всему этому можно научиться вашей школе декоративного садоводства как я понимаю потому что мне вот так сложно было бы сходу наверно создать такую композицию в школе декоративного садоводства у нас есть специальный курс где мы обучаем приемом создания миксбордеров он называется миксбордер универсальный цветник для любого сада наша школа предназначена для садоводов любителей своей целью вот мы ставим популяризацию декоративного садоводства и в принципе хотим чтобы каждый сад был красив ну и таким образом красиво мализировать пространство красиво то пространство где мы с вами все вместе и живем правда ли что существует флокс марина и он не просто так марина а потому что это флокс вашей селекции да совершенно верно несколько лет назад вот у меня появился такой флокс и я честно говоря ничего не придумала лучше как назвать его марина надо сказать что сорта вот такие именные они очень популярны есть сорт владимир мишенька ксения оленька и поэтому вот я в этот ряд честно говоря добавила имя марина среди моих сверстников она очень популярная очень распространена ну и честно говоря я подумала что покупать его будут очень хорошо поскольку таких людей с этим именем много и каждый захочет иметь его у себя саду вообще селекция флоксов сложную историю вы понимаете селекция это вообще очень сложная история но селекция флоксов в этой сложной истории селекции наверное самая простая потому что флоксы селекция основана на семенном размножении да и флоксы по посеянные семенами очень быстро зацветают то есть вот этот вот период от посева семян до получения цветка который может либо быть забракован как новый сорт либо может быть утвержден ну прежде всего самим селекционером как новый сорт это очень короткий промежуток времени один сезон два сезона если мы будем например сеять пионы семенами то до цветения мы будем ждать несколько лет то есть это очень усложняет селекцию то есть просто тут если у нас на участке растут много сортов флоксов мы собираем их семена и они там могут между собой мне перри опылиться впасть в какой-то свальный грех и родить какое-то интересное растение которое станет с новым словом в селекции флоксов так что я призываю тоже наших подписчиков и зрителей ничего не бояться и заниматься селекцией попробовать начать с флоксов смотрите канал европлант всего доброго и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»!